Всем привет! Вновь футбол собрал нас у экранов. Сразу перехожу к представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. ЦСКА играет против Арсенала. Самые долгие секунды сейчас остаются до начала игры совсем немного. И эта игра обещает быть очень яркой. И смотрим на состав ЦСКА. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Арсенал сегодня в следующем составе начинает матч. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Самым принципиальным московским дерби считаются матчи Спартака и ЦСКА. В 2008 году красно-синям удалась самая крупная победа в истории этого дерби. Да, в тот солнечный день в Лужниках была точно не игра Спартака. Армейцы забили 5 из них, 3 забил Вагнер Лав. И соперник мог ответить только одним забитым мячом. Федор Чалов. Влашич. Потеряли они мяч. Смотрим начало атаки. Николай Влашич. Он накручивает соперников одного за другим. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Повторяют нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Недоволен тренер таким положением дел. Теперь нужно догонять соперника. 1-0. Сейчас будет веселее. Хороший пас на ход. Влашич получил мяч. Отлично свою команду. Голкипер выручает сейчас. Очень опасный момент был. И он уже видел мяч нападающий в воротах. Но голкипер был с этим не согласен. Мяч летит в центр штрафной. Гол! ЦСКА забивает. Повторяют нам голевой угловой. Отличная подача получилась прямо туда, куда надо. Классный удар головой получился у Федора Чалова. Пробил так, что у вратаря тут не было никаких шансов. Сказать, что тренер недоволен, ничего не сказать. Команда его горит. Горит синим пламенем. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Ля Козет. Александр Ля Козет идет с мячом вперед. Без мяча остается Арсенал. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Интересно, какое продолжение для этой атаки они выберут. Справляется вратаря, но есть возможность добить мяч в ворота. Томас. Мартин Эдегор. Ля Козет. Эдегор. Какой прекрасный пример отбора мяча. Ах, какая контратака назревает. Надо только грамотно... Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Вот чуть поточнее пробей он. Так зарядил-то он хорошо. Очень мощный удар. И счастье галкипера, что мяч прошел выше ворот. Томас. И в зону атаки мяч переходит. Вытаскивает этот мяч галкипер. Сумасшедший сейв. Спорить тут не с чем. Великолепная реакция вратаря. В центре штрафной подан мяч с углового. Мяч достается вратарю. И угловой будет. Он подает в центр штрафной. Лотарь переправил мяч через перекладину. И будет подача от углового флага. Пошла подача. Вручает команду после углового галки. Эдегор. Томас. По активнее нужно действовать Арсеналу, чтобы забить в этом матче. Эктор Бельярин. Потери. Все. В оборону. Тяжело играть без мяча. И последние 15 минут армейцам будет очень непросто. Думаю, такой вариант вполне осознанное развитие событий. Перекладина играет за вратаря. Спасает он команду своими действиями сейчас. Хорошо бы принять такой пас. Константин Кучаев. Умница вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Вот если создадут еще такой момент, что был несколько минут назад, то наверняка смогут и пробить поточнее. Главное не зацикливаться на промах. Отличный перехват. Очень вовремя. Судья решил много не добавлять. Минута до конца тая. Навес в центр штрафной. Гол! Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол. Навесил он очень точно. После таких навесов грех не забить. И пробил классно с лета. Хороший гол получился. 3-0 после первого тайма. По-моему, все я. 45 минут. У Арсенала осталось на то, чтобы исправить ситуацию. Второй тайм начинается. Есть свободное пространство на фланге. И туда идет атака. Гол! Как он классный мяч поймал на ногу. Отличный удар. Но теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитру. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Без мяча играть теперь. Ля Козет. Теряет мяч Арсенал. Томас. Эдегор. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. Эдегор. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Домой нужно возвращаться обороне. И опасно может быть, если мяч по адресу дойдет. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. И гол сам получился отличный. Кивком головы послал он мяч в сетку ворот. Ничем тут вратарь не смог помочь. Игра идет в одни ворота. И у нас 5-0. Эдегор. Через одного игрока атака сейчас развивается. Ахметов. И есть на фланге место. И там есть кому мяч принять. Не просто всегда играть головой. И сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть. Но удар у него совсем не получился. Эктор Бельярин. Основное время истекает через 20 минут. И пойдет он дальше сейчас. Классно защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. Обратите внимание, как расположилась защита хозяев. Скорее всего, они это готовили в учебно-тренировочном процессе. И подача туда, в сторону ворот. И может что-то из этого получиться. Достает голкипер этот мяч. Но не может удержать его в руках. Стальной дистанции он пробил. Подумаешь, мало ли что издали. Вы посмотрите. Мяч совсем рядом с воротами пролетел. И произойдет замена. Показывают нам статистику. И по ней хорошо видно, насколько сегодня одна команда превзошла другую. Очень много ударов, много моментов. И разница в счете на табло выглядит абсолютно логичной. Абамиянка. Впереди еще 10 минут. Абамиянка оставил свою команду без мяча. Есть у него место для движения. И это гол! И это гол! Пас на табло. Счет, говорит, сам за себя. Пас вроде получается. Пас на фланг. Выбивает мяч игрок. Эктор Бельярин. Томас Партей. Без мяча остается Арсенал. Готов тренер замену сделать. Две минуты и прозвучит свисток орбиты. Армейцы в атаке. Щенников. Финальный свисток раздается. И он фиксирует победу хозяев в этом матче. Очень хороший матч они сегодня провели. Их классная игра в атаке. Не оставила шансов сопернику.